Книга «Открытым оком», тема «Болезнь», 16 том, вопрос 3048. «Если к вам придет больной СПИДом, то примите ли его в общину?» Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. СПИД – болезнь очень заразная, смертельно опасная. О заразных много говорится в Библии. Что касается тела, то требования закона нигде не были изменены. Срок два раза упоминается в Библии проказа, и о прокаженных 23 раза. Известно было, что зараза постигает за грехи, как наказание Божие. Второзакон 32.24. «Будут истощены голодом, истреблены горячкую и лютую заразу, и пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле». В греховной тьме рождаются заразные болезни. Псалом 96. «Язвы, ходящие во мраке, зараза, опустушающие в полдень». Отношение к заразным всегда было однозначно. Защитить здоровых от них. Числа 5.2. «Повелись и нам Израилевым выслать из стана всех прокаженных». Они были за пределами жилых территорий. Лука 17.12. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». Книга Левит 13.45. «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разудрана одежда, и голова его должна быть неприкрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист! Нечист!» Отношение к СПИДу, как и к наркомании, поставляющей заражение через шприцы, трепетно нежное у власти. Их бесплатно лечат, ради них программы в бюджете. Почему? Очевидно, кому-то выгодно, чтобы их не изолировать, а чтобы они заражали других, уничтожали излишних едоков на земле. Для них должны быть построены на островах Лепрозорь или зоны с абсолютно полным изолированием. Но там давать им возможность работать, нормально трудиться, исповедоваться и причащаться. Думаю, что такие больные, постоянные в любом храме патриархии, причащаются, потому что там нет членства, и священник никого, кроме техничек, не знает. У нас катехизация продолжается иногда до пяти лет, и думаю, что обязательно бы смогли узнать, что человек болен этой болезнью. Нужно еще узнать, как он заразился, или от бездравственной жизни, или через преступность врачей. Но в любом случае принимать только через общее собрание, чтобы все до единого были согласны на его членство. И причащать бы его обязательно только отдельно, из отдельной чаши и отдельной ложечки, что не запрещено канонами. Говоря это, все сказанное применять нужно к себе. А если я окажусь таким заразным? Может быть, проходя в общину, такой должен быть в марлевой повязке, как при болезни гриппом, чтобы слюна его не попала на кого-либо. Намного страшнее, когда человек впадает в грех, в ересь и попадает в секту. 2 Тимофей 2.17 И слово их, как рак, будет распространяться. Евреям 13.4 Брак у всех, да будет честен и ложен и порочен. Блудников же и прелюбодеев судит Бог.